Чего я хотела в детстве, это быть, наверное, полезной. Меня волновали вопросы экологии, мне хотелось заботиться о животных. А то, что вот это стремление заботиться, стремление делать какое-то, заниматься чем-то полезным, что в дальнейшем оно выльется в карьеру преподавательскую, об этом я даже не задумывалась. И все, что сложилось, все так, как сложилось, я этому очень рада. У меня в детстве было много всяких интересов. И когда возник вопрос о том, куда поступать, мне было решить очень сложно. Амплитуда возможностей была достаточно широка. То есть я колебалась, думая поступить в Академию художеств. Меня интересовали, с другой стороны, языки. Также манила перспектива обучения по направлению международные отношения, а также юриспруденция, которые были достаточно востребованы. Но все сложилось так, что все-таки подавать я решила в Российско-Армянский университет. И ни секунду об этом не пожалела. А вопрос о том, какое направление, был решен прямо в момент подачи заявления. Так сложилось, что я подала на юридический факультет. Проучилась 4 года в бакалавриате, 2 года в магистратуре. И потом начала работать по специальности. Я работала в административном суде Республики Армении, в должности делопроизводителя. Потом был создан административный апелляционный суд, и меня повысили. Я начала работать помощником судьи административного апелляционного суда. То есть я работала по специальности, все было хорошо, но знаете, вот что-то как будто бы какая-то потребность для меня тогда еще самой непонятная, не была удовлетворена. Ну, в итоге я поняла, что, скорее всего, надо мне сменить работу. И слишком вот эта практическая ориентированность, которая присуща юриспруденции, ну, это было не совсем мое. Я осознала, начала осознавать, что у меня ум более такой абстрактный, теоретический. В результате я решила продолжить обучение уже по направлению философии. В результате защитила кандидатскую диссертацию по специальности социальная философия, этика. И начала преподавать в Российско-Армянском университете. При этом до сих пор я сотрудничаю с двумя кафедрами. Это кафедра теории права и конституционного права и кафедра философии. Знание как юридического профиля, так и философского позволяет мне развивать междисциплинарное направление философия права. В 2021 году было издано мое учебно-методическое пособие по данной дисциплине философия права. И основной мой научный интерес, он сфокусирован именно в этом направлении. Где-то с 2015 года я преподаю в Российско-Армянском университете. В упомянутых двух сотрудничествах с двумя упомянутыми кафедрами. Вообще я такой человек, который пытается обходить всякие конфликты стороной. Будь то студенческая скамья, будь то рабочее место. Я постараюсь создать такую, будь то аудиторию, я постараюсь создать такую атмосферу, в которой всем будет удобно. Все будут чувствовать себя по возможности свободно. Свободно высказываться, выражаться. Поэтому, честно говоря, я считаю, что сам человек должен создавать окружающую его атмосферу. И он несет за это ответственность. И так, и будучи студенткой, я избегала всяческих конфликтов, дружила со всеми, с преподавателями тоже. Всегда были замечательные отношения, до сих пор вспоминаю о них с любовью. А тот факт, что сегодня они мои коллеги, меня безмерно радует. И также сейчас, являясь сотрудником департамента науки Российско-Армянского университета, я пытаюсь создать по возможности такую дружелюбную, замечательную атмосферу. И мне кажется, остальные сотрудники, они стремятся к тому же. Поэтому здесь, в этом кабинете, в здании, в корпусе атмосфера у нас всегда замечательная. Российско-Армянский университет, я ему благодарна не только за то, что именно в его стенах я стала профессионалом, я обрела себя, я поняла, в каком направлении я хочу развиваться, чем я хочу заниматься, и какое-то все имеет значимость для меня, я также обрела личное счастье, потому что мой будущий супруг, он был моим сокурсником. И все это в результате вылилось в то, что мы уже 12 лет в браке, у нас подрастают две дочери. И в целом, честно говоря, большего и желать нельзя. Мой супруг, так же, как я, преподает в Российско-Армянском университете уже несколько лет. И интересно, что получается, чтобы как мы начинали вместе, как пара в нашем университете, так и до сих пор продолжаем работать здесь. Получается, что Российско-Армянский университет имеет очень-очень большой вклад в наш союз. С 2021 года я поступила в департамент науки Российско-Армянского университета по приглашению Паркиева Сергеевича. Я ему очень за это благодарна, что он поверил в меня. И с тех пор я органично влилась в думу в коллектив, стала частью этой команды замечательной. Как судьба меня сюда привела, что произошло, если позволите некоторые подробности. Бывает так, что студент, проучившись 4 года, даже 6 лет, проучившись хорошо, тем не менее не имеет представления о том, что из себя представляет научная жизнь. Например, студент пассивный, активно не вовлечен в научные мероприятия, сконцентрирован в большей степени на учебе. Поэтому должен быть какой-то толчок, чтобы ты заинтересовался научной жизнью, что произошло со мной. Я, честно говоря, не являюсь очень плодовитым научным деятелем. Но случилось так, что уже после защиты кандидатской диссертации я начала пробовать свои силы в этой сфере. И, как это ни удивительно, первая моя попытка опубликоваться в серьезном научном журнале, она увенчалась успехом. Это для меня был настолько незабываемый опыт, я испытала такое чувство радости, что моя статья была принята к публикации в серьезном научном журнале «Вопросы», это был журнал «Вопросы философии», что я даже помню дату, когда редактор мне сообщил о том, что статья будет опубликована, это было 11 февраля 2019 года. И вот не зная всех подробностей, всех нюансов, всех подводных камней научной жизни, я опубликовалась в таком востребованном журнале. И постепенно я узнала, что, оказывается, он входит в базу данных с КОПУС. До подачи статьи я этого даже не предполагала. Более того, является высоко цитируемым журналом Q2. Это навело меня на некоторые размышления. Я поняла, что существуют какие-то механизмы, существуют какие-то правила научной жизни, какие-то показатели и критерии, с которыми следует ознакомиться. И я всем этим заинтересовалась. То есть на самом деле научная жизнь, научная деятельность сегодня, она является настолько уже сформировавшейся, я бы даже сказала, автономной, саморегулирующейся. И для того, чтобы туда проникнуть, надо знать какие-то законы, определенные секреты, которые там имеются. И вот, наверное, этот интерес к этим закономерностям построения научной жизни и привел меня в результате в научный департамент. Помимо этого, знаете, он мне, работа здесь помогает мне восполнить вот ту самую потребность, о которой я говорила, быть полезной. Основная цель нашей работы — это облегчить жизнь ученых, всего научного сообщества Российско-Армянского университета. Быть ученым в Армении — дело непростое. Здесь нужно, помимо таланта, нужна воля, нужны определенные усилия. И наш департамент, как я понимаю его основную функцию, она заключается в том, чтобы помочь ученому найти соответствующий журнал, участвовать в подходящих для него грантах, сделать так, чтобы его научные достижения стали известны по возможности большему количеству людей и сотрудникам РАУ в первую очередь. Мне кажется, в первую очередь сориентировать студенчество на участие в научной жизни должны, в первую очередь, преподаватели. И делать это надо не только в аспирантуре, когда уже бывший студент сознательно пришел к пониманию того, что он хочет заниматься наукой, делать это надо буквально с первого-второго курса. Студенты должны понимать, каким образом организуется научная жизнь, каким образом они могут в нее влиться, какие существуют вопросы в рамках их специальности, которые требуют научного осмысления, и им стоит в этом направлении поработать. Каким образом можно состояться, как ученый, что для этого надо делать и так далее. К сожалению, не всегда и на все эти вопросы студенты знают ответы. Поэтому здесь, наверное, нужна помощь руководства преподавателей, которые с студентами тесно общаются и могут их заинтересовать. Моё решение, хоть на тот момент и казалось мне спонтанным, я имею в виду решение писать диссертацию по направлению философии, но на самом-то деле причины были более глубокими, я думаю. А семья, родные, конечно, как любящие меня люди, они стремились обеспечить такое будущее мне, которое бы позволило мне не нуждаться ни в чем. Скорее всего, это их подтолкнуло к тому, чтобы посоветовать мне поступить на юридический факультет. Позвольте вернуться к моим родственникам, к моему отцу Армен Лорисович Калащан. Он является доктором философских наук, так же, как и мой дедушка Лорис Хачатурович Калащан. Всё моё детство я помню, как они читали философскую литературу. Философия всегда была в почёте, она была уважаема. У нас дома была очень богатая, имелась очень хорошая библиотека, в частности, по философской именно литературе. И мне кажется, вот эту любовь и уважение я впитала, переняла именно от них. И, скорее всего, в дальнейшем это решение заняться философией, это уважение к этой дисциплине, оно так себя истоком оттуда, из детства. Есть разные определения философии. Например, определение философии, которое даёт Мартин Хайдеггер, немецкий философ XX века, который сравнивает её с воронкой, в сердцевину которого засасывает человека. Есть ещё одно определение философии, которое даёт русский философ-экзистенциалист Лев Шестов. Он утверждает, что философия не есть успокоенность, а как раз-таки наоборот. То есть, скорее всего, некоторые черты моего характера, быть может, сложный характер, неудовлетворённость с чем-то, стремление к каким-то идеалам, быть может, навыки критического мышления, они повлияли на мой выбор. Но в то же самое время есть совершенно другое определение философии, например, Навалиса, который говорит о философии как о форме глубочайшей нежности, нежности и безоговорочной любви к размышлениям. Вот это философское вопрошение, которое абсолютно антиутилитарное, это антиутилитаристский дух философии, наверное, и вызывает во мне безоговорочное уважение к этой дисциплине. И вот этому я и пытаюсь обучать наших студентов. Для того, чтобы человек увлёкся в философию, увлёкся по-настоящему, это должен быть какой-то внутренний импульс, какой-то внутренний запрос, какое-то состояние постоянного вопрошания, которое ты стараешься удовлетворить в той или иной степени. Конечно же, в методике преподавания философских дисциплин, юридических, с учётом предмета изучения должны быть определённые отличия. Но, тем не менее, спустя годы, я думаю, мне удалось выработать некоторую методику преподнесения материала, или, я бы сказала, общения со студентами, которые являются универсальными и применимыми к любой аудитории, к любому предмету обсуждения. Занятия, которые я веду, всегда носят интерактивный характер. Это всегда формат вопрос-ответ, это всегда живое общение со студентами, при этом не имеет значения лекционное это занятие или практикум, семинарская проработка. Мне кажется, что подобная методика преподавания, основоположником которой являлся Сократ, она идёт на пользу студентам. И когда по окончании курса я задаю им вопрос, вот какое занятие вам запомнилось, они всегда указывают на те часы, когда мы наиболее интенсивно в форме дебатов обсуждали какие-то вопросы. Это всегда, это закономерность. И интересно то, что они даже, вот обучаясь в этом формате, не всегда отдают себе отчёт, что в процессе этого обсуждения они приобрели очень ценное знание или очень ценный навык. Основной акцент на самом-то деле делается не столь на материалискольной методике, на самом-то деле многое предопределяет уже аудитория. Ты вливаешься в этот поток, в этот поток сознания, если можно сказать, в этот поток беседы, и всё происходит само собой. Каждый студент уникален, каждый приходит со своим запросом, со своим мировоззрением. Сегодня работа преподавателя в этом плане становится, я думаю, более сложной и более ответственной. Я вижу в моих студентах пытливый ум, я вижу в моих студентах жизнерадостность, некий оптимизм, силу, волю. Они умеют отстаивать свои интересы. И в то же время, когда по какому-то вопросу вы не соглашаетесь с ним, если вы приведёте соответствующие аргументы, которые будут обосновывать вашу позицию. Я уверена, что этот студент, тот, который протестовал, тот, который не соглашался, как будто бы, он, тем не менее, пойдёт вам навстречу. Студент Российско-Армянского университета, он знакомится как с российской культурой, так и с армянской культурой, не говоря о зарубежных. И это накладывает свой отпечаток на широту его кругозора, на его мировоззрение, на степень его толерантности, на его готовность слушать и понимать какие-то иные точки зрения, с которыми он, может быть, даже не согласен. Это всё я в себе тоже обнаружила, я думаю, будучи выпускницей РАУ. Я не только обнаружила, но я продолжаю работу над собой, культивируя эти качества. С одной стороны, может показаться, что преподавание в ВУЗе, которое ты оканчивал, в котором ты со многими знаком, упрощает твою задачу. Но с другой стороны, это увеличивает время ответственности, потому что свидетелями твоей работы, результатов твоей работы станут люди, твои бывшие преподаватели, которых ты безмерно уважаешь. Почему, тем не менее, несмотря на осознание этого бремени ответственности, я вернулась сюда, наверное, тут множество факторов сложилось. Я назову, наверное, один. Быть может, это ответ на некоторый вызов внутренний, какая-то амбиция, смогу ли я? И доказать самой себе, что да, ты сможешь. Связываю ли я своё будущее с Российско-Армянским университетом, я могу ответить однозначно. Безусловно, никакой иной альтернативы я для себя не вижу. И рассчитываю на то, что я продолжу как работу в Департаменте науки с моим любимым коллективом, так же и преподавательскую деятельность. Основная задача функционирования Департамента науки РАУ это стимулирование научной деятельности. Для достижения этой цели мы осуществляем многопрофильные работы и уже видим результат. Начиная с 2021 года, почему я начну с 2021, потому что в это время я поступила в Департамент науки на работу, огромное количество грантов было выиграно, речь идёт о десятках грантов, которые были объявлены Комитетом по науке Республики Армении. Помимо этого, курируются международные гранты со стороны Департамента. Мы отслеживаем релевантную информацию научную, о проводимых научных мероприятиях, планируемых научных мероприятиях, доводим её до сведений интересантов. Работаем как с аспирантами, так и с научным сообществом РАУ. Я думаю, многие видят определённые результаты. Помимо того, что соответствующая информация доводится до интересантов, мы также осуществляем деятельность по информационно-аналитическому обеспечению научной жизни университета. Мы собираем все статистические данные, готовим аналитические отчёты, на основе которых мы можем понять, какие научные направления в РАУ являются приоритетными на данный момент, какие требуют большего внимания, большей проработки. И вся эта информация аккумулируется именно здесь, которая позволяет нам вырабатывать и осуществлять грамотную, планомерную научную политику. Важнейшей составляющей научной жизни выступают научные конференции, в которой любой состоявшийся учёный обязательно должен быть, а должен активно участвовать. На площадке Российско-Армянского университета, вы знаете, проводится ежегодная научная конференция в декабре, которая привлекает огромное количество учёных. Помимо этого, сотрудники РАУ активно участвуют в иных конференциях, выступают на международных площадках. И поверьте мне, показатели в этом направлении очень-очень динамично растут. Лично я совсем недавно участвовала в научной конференции международного масштаба, которая ежегодно организуется институтом Георга Эккерта. Это научно-исследовательский институт, который находится в Германии, в городе Брауншвейг, и осуществляет ряд образовательных и научно-исследовательских программ, в ряду которых упомянутая мной конференция. Я участвовала в ней впервые в 2021 году. Конференция была в онлайн-формате из-за ковида. Тема конференции была посвящена проблемам экологии и образования. Я выступала с докладом. И уже в 2023 году организаторы конференции направили мне приглашение. И мне довелось лично побывать в этом замечательном городе Брауншвейг и уже в очном формате представить свой доклад, который был посвящен вопросу социальной справедливости, реализации справедливости в образовательных практиках. Институт Георга Эккерта затрагивает очень актуальные вопросы, которые присутствуют в современном философском дискурсе. Это вопросы образования, образования в экстремальных условиях, образования в области прав человека. Это вопросы колониализма, постколониализма, проблемы, связанные с экологией и ряд подобных масштабных проблем. По итогам конференции готовится издание, готовится книга с урегдактором, который меня пригласили выступить, чему я чрезвычайно рада. И я очень надеюсь, что в скором времени уже книга будет опубликована. Безусловно, мы наблюдаем активность в научной жизни, большее количество командировок, большее количество статей, которые публикуются в серьезных научных рецензируемых журналах. Причиной тому, то, что Российско-Армянский университет смог благодаря своим талантливым кадрам привлечь, стать большее количество грантовых средств, стать участником серьезных грантовых программ, в рамках которых мы и наблюдаем вот эту активность научной жизни. Редактор субтитров А.Семкин